Всем привет, дорогие друзья! Сегодня в нашем выпуске GH. Играть он будет на своем суперсигнатурном котле. Один из самых его любимых героев. Приятного всем просмотра. Сейчас будем наблюдать за крутой игрой. Это будет жесткое противостояние. Это будет реальная Рубилова. Просто жизнь... Не на жизнь, а на смерть. Вот. И котл действительно его суперсигнатурный персонаж. Но прежде чем мы начнем игру обсуждать, подписывайтесь на нашу телегу. Там розыгрыш 20 аркан. Вот. Все условия в закрепленном сообщении в телеграме. Ссылка на телегу в описании, ребят. Подписывайтесь, участвуйте в розыгрыше. Котл крайне прикольный герой, но не каждый может на нем играть. Вот. И сегодня будем смотреть вообще, почему GH тащит на котле. Вот. Билдачок, как вы поняли, очень интересный. А что, это оффлейн котл или что это за пароль? В какой позиции? Я подумал то, что из-за того, что Войт Спирит жестко просел по ХП, поэтому котл попытался крипов добивать. А если что, эту линию стоять просто невозможно. Мы сейчас наблюдаем у врагов одну из самых сильных линий, которая только может быть. Линия, которую используют и проигроки в своих играх, и... Вот же, допустим, играли с трентом и с сайлентером. То есть, один рейндж-герой, другой мили-герой, керри-рейндж-герой. Притом, трентуха милишный, он очень плотный. У него колоссальный урон. Замедление из-за Венома, из-за первого. Еще и дровка замедляет. То есть, просто на первых левелах к ним просто лучше не подходить. Я не знаю даже, как стоять эту линию. Нужно просто раскачивать лайн. И дровка уже пошла кликать, но... При этом, Войт Спирит умер. Уже две смерти у них на этой линии есть, и как стоять, непонятно. Но, правда, сложно. Куча замедления, невероятно большие тычки от героев взлетают. К судя по всему, он все-таки фармит на котле, потому что Войт Спирит с ботинком. Потому что Войт Спирит в принципе не может фармить на этой линии. А начальник он будет фармить на этой линии. Он подходит крипам, и он теряет 80% тп. Возможно, на этом мы порешали. Да, то, что Войт Спирит будет просто четверка. Ликвиды, кстати, часто на четверку Войт Спирит оставят. Он различные махинации производит. Хорошо, Крипчика добил. По стартовому закупу мы видим корону. Как бы эта страна не звучала. На Вейлов Дискорд, да, кроун. Сейчас нужно пачку подержать. Давай подумаем, что можно делать на этой линии. В принципе, Войт Спирит, наверное, нужно было им что делать? Я думаю, что нужно воровать, наверное, крипов и уводить их как-то. Именно так. Но прежде они не должны были терять хп за баунти. Там Войт Спирита очень сильно пробили. Из-за того, что Войт Спирита пробили на рунах, Котл умер. Потому что Войт Спирит не мог помогать кого-либо реминантом там подцепить, подбить немножко. Вот. Не дерутся за руны. Первую пачку просто Котл с большой дистанцией пушит первым с полом. А Войт Спирит второй выпуливает. Все верно. И поставит линию под тавером из себя. При этом заблочить споты, чтобы тренд не пулил. И вот уже под вышкой вас не продавят. Потому что он очевидно тавер. Вот. А потом вот таким вот образом пушит лайн. Не добил, но окей. Не задавал. Лапнул нормально. Ну сейчас будет чьюточку попроще задавать. Уже в двоечку. Первого спел. Теперь он рейнджа забирает. Сколько там урона? 300? Нормально. Блин, Войт Спирит отъехал. А что ты делаешь на Войт Спирите? Он хотел помочь котлу пропушить линию. То есть их задача скачать лайн туда-сюда. Пушить на дровку, чтобы крипы умирали под тавером. Ну кстати, они тоже грамотную вещь делают. Заметьте, они не убивают пачку, а в вышку. Они просто вдвоем стоят, блочат. И в итоге линия снова тут как бы у дровки под тавером. Но котл снова пушит этот лайн. Это очень правильное решение. Нормально. Большой спор сейчас нужно будет отпурить. Одному герою нужно звонить. Войт Спирит пойдет в зоне Трэнта. А котл, по идее, должен выпуливать. Или они хотят задавить дровку под тавером. В идеале пусть так еще сделать. Вот это было бы шикарно вообще. Ну кстати, по-моему он сделает так. Потому что он поздно отвел этих крипов. Так он стакнет идеально просто. Ну как же ты промазал вдруг? Он на котле до последнего накручивал, потому что иначе они мне убили бы его. А Войт Спирит промазал. Вот нужен какой-то четкий стан. Четкий стан, если вдруг котл у тебя появился на троечке. Желательно четкий и долгий стан от мили... Слушай, тускар вообще. Мне кажется, это прям отлично будет. Шардики и под шардики. Пока герой обойдет эти шарды. Тут еще и кунга прибегает. Да отпустите. Это за что такая душка? Ботинок в принципе на котле можно игнорить. Если вы играете на пятерке, на четверке, на тройке. Но не в этом случае, потому что здесь ботинок даст котлу прям очень много. Вас не замедлят, потому что дровка не сможет подойти. Котл сам по себе, а МС многое имеет. Слушай, но он почему-то не стал делать еще один стат. А почему? Он бы мог... Он мог так же отпулить попозже, да? Чуть выше, когда крипы пройдут. Ну, в этот раз решил перестраховаться. А мало ли там пачка пойдет, а мало ли не получится отпулить, зато сейчас у него все чики-пуки. Фул пачку убивает. Но там трюндуха тоже пули. Слушай, вам прям как угадал то, что дровка сюда будет идти. Ну, это читаемо, это читаемо. Там прорубленные ветки были. Продуть еще раз, пофармить, неплохо. Прикольный билдочок через корону. Вот потом покупаешь себе базилку на эмбориген. Как раз маны немножко может не хватать. Снова задувает. Бам, просто кусман. Да, теперь бы самому выжить. Блочек. Ботинок, ботинок решает. Очень решает ботинок. Не было бы ботинка, он бы умер бы. Пеликает. Слушай, а заберу сейчас? А, там есть за хилл, спасет ли этот за хилл? По идее, да, должен спасать. Там феррик еще был. Ну, давайте. Слушай, мне кажется, сейчас бы еще и джейджа могли бы забрать, если честно, если бы дровка начала кликать. Ну, там маны не было. Да, побоялся. Там хватало маны на минимум две стрелы. А этого хватило бы, чтобы забрать, чтобы тренд подошел и дал дочку с винома. Вообще, да, должно было хватать. Плюс дровка купила себе ботинок. Теперь она плюс-минус на равных из-за замедления с котлом. Хоть у котла и больше эмэса. Транквилы, чтобы регенилась не только мана, но и хп теперь. Ну и все, фармим просто вейл, 650 голды. Слушай, у котла может быть нереально много урона. Максимальный урон от первого сплана на седьмом уровне может быть до пяти сотен. При этом вейл еще бустит. На этой стадии, по идее, у милишников хп немного должно быть. Сколько у них хп у милишников на этой стадии? Сейчас посмотрим. А, 550. Нет, нормально. С вейлом забирает. С вейлом, да. С одной задувки просто. Более того, котл на втором уровне, по идее, уже забирает пачку. Не пачку, а рейнджа. То есть, если у вас третий уровень котла и второй левел получается первая билка, вы уже убиваете рейндж-крипа. Почему? Потому что у них, у крипов нет резисток магии. Соответственно, ваши 300 урона от первого убивают просто рейнджа на третьем уровне вашем. Просто давит дровку. Слушай, в итоге, казалось бы, фриль линия для дровки, она постоянно просажена по хп, и у тавра уже 700 хп. И подкат он начинает просто ковырять. Еще раз задувочно. Если бы дровки не было бы щас рейндж-дропов и не было бы дронта в команде, то было бы прям печальный тавр, почти падает. Какую-нибудь поддержку бы от мидера активного, уже бы вышка упала бы уже убили бы дровку. Еще одна задувочная. Этот мужик знает, как на котле играть. В ультах, в принципе, хорошо то, что ты можешь с большой дистанцией все это делать. Другому герою, не дай бог, был бы у них милишный. Ну что ж ты можешь? Ну, бывает. Нервничаю, я парень с джейчем на линии. Ну, да. Джав, кстати, очень приятно, как димаит. Я представляю, что было бы, если был бы милишный оффлайнер против дровки Транта. Вот, а пусть это у комбой, это очень сильно... Любую линию. А вот сейчас он может прям навалить. Слушай, там и ультимейт, если вейл пошел и первый спелл, а маны не хватает. Да пофигу, файтер он сейчас задует. Он причем в эрке задул. И в эрке забыл еще один пауэршот. Снепка уже с шестым. А это оффлайн снепка, походу. Жестко. Слушайте, ну Кателло уже прям очень интересно. Несмотря на то, что счет 1-1-1, но мы видим, сколько актива просто на линии. Вейл готов. Но, блин, это точно не скучно, потому что это как минимум нестандартно на нашем канале. Да. Правильно он сделал, что он в троечку взял себе именно чакру. Что, в принципе, по тычке крипам можно дать, чтобы они умерли. Вот, при этом очень много маны заливать будет. Не только себе, но и той же в эрке, сбрасывая при этом перезарядку. Сейчас он даст вижн. Связали, и Вейл успел нажать. Слушай, так ты успеваешь же Вейл нажать, пока твоя первая билка летит. Как ее будем называть? Эллюминает, да? Нет. Да, Эллюминает она называется. Пока Эллюминает долетает до героя, ты уже успеваешь Вейл кликнуть. Это очень прикольно. Сейчас вышку спушит, есть мана по себе. Просто кликают, Верка по Зевинрану. Если что, может танчить. Эта штука не сбивает ранквилы? Нет, там сбивает ранквилы тычка от крипов от героев. Надо думать, что некоторые обилки тоже сбивают. Которые касаются... Ну, наверное, вот обилка снэпки третья. Ты же вроде как бьешь на снэпке? Ну да. Вроде лил шейдер, но ты поэтому танкилы сбиваешь. А сплы обычно не должны сбивать. Просто даталово пушит линию. Следующим айтемом он покупает себе форсик. И вот, казалось бы, он на котле с форсом не умрет, но есть кунка, который котла будет очень легко ловить. И форсик не поможет. Все, левел 4 иллюминейт. Просто оседаем теперь во вражеском лесу. Стакаем. Как это делает Джаш первым с полом. И фармим под Вейлом. Сейчас, кстати, может продуть себя, по идее, через лесных крипов. Кстати, да, так, наверное, будет эффективней. О, здорово. Но он не доставал бы, походу. Бам, просто, это без Вейла. У Тринта есть 6-й, но он сейчас на Джаше видит всех героев на карте, поэтому может не выпендриваться. Из минусов, котл, наверное, сильно привязан к линии. Вот именно оффлайн котл, если бы уж пикнули такого. Кунка против Верки супер хороший герой, потому что просто ловит по КД на Х-марк. Верка там нажимает, ведра не нажимает, неважно. Он тебя все равно контролит. У врагов пик на порядок сильнее. Не знаю, как этот котл себя будет раскрывать, но тренд дровка под кункой, под снэпкой. У Рубика еще есть куча обилок моментальных станов. Короче, играть в доту будет сложно. Вот, ну и по счету в начале видно. 7 и 12. Ну, а линия, опять же, котл мог постоять лучше. На самом деле, он мог, наверное, не умирать, а Войт Спирит мог выпулевать пачку. То есть, ошибаются даже проигроки, и это нормально. Сейчас будет, по идее, ультимейт. Под тамбу это вообще шикарно. Слушай, тамба может настакаться. Есть задувочная. Под контролем, где у него курочка. Ой-ой-ой, хорошо. Просто на пол ХП героя пробил. Есть урон в РК. Я связала еще с веткой. Шикарная игра, и снэпка разультилась. Но разультилась как-то поздновато. Но Войт Спирита забрали в размен. Ну, в принципе, это четверка. Нормально. Да. Так, станция задувочная очередная. Через два спота, шикарно. Вот у тебя, на самом деле, много таких мест, где ты на котле можешь сразу два спота фармить. Так при этом еще и слагать? Да, слушай, можно ли три спота? Слагать можно. У тебя что-то с микро произошло. Немножко. О, вроде сейчас нормально. Или показалось. Может быть. Бывает такое. Редко, но бывает. В целом, я на самом деле не сразу понял, когда увидел этот Вейл Дискорд в Кьюгбай у Джейча. Но теперь все стало ясно. То, что ты теперь одну пачку целиком убиваешь с помощью этого Вейла. Это прикольно. Ну и в целом, то, что ты можешь его накинуть во время каста первой способности. Так. Окей. У нас connection lost. Бывает. Чуть-чуть подводит нас немного. Да, обычно такое происходит. И через некоторое время, буквально через пару минут, просто вылетают все серваки. И вообще невозможно подключиться никуда. Но надеюсь, что этого не произойдет. Ну, в этой карте вам все равно, ребят, спать не хочется. Потому что игра очень активная. Кайфуйте, смотрите. Блинг после форса. Интересное решение, чтобы быть невероятно мобильным, чтобы тебя просто невозможно было убить. Ты же, говорит, я не буду накидывать на дропу. Я крипчиков пофармлю, по пастику. А сбить-то теперь нечем. Да. 80 пункт было. Поторопился. КД на ульте. Не нужно было реминат тратить. Можно было просто ультимейтом два раза замедлить, а потом реминат захолдить. Упс, полево. Как же он много фармит на котле. Это просто жесть. 85 крипов у него. Какой у него надворство? Так у него надворство как бы слена. Да, я тут думаю, что он будет с ним держаться всю игру рядышком. При этом, если бы... Ну, объективно, а линию можно было лучше поставить. Я уже занудничаю по этому поводу. Но все же. Котл реально может иметь больше, чем кто-либо на карте. С таким-то... С таким-то левелом. Ну, и по героям наносит 600 урона нюкам. По нескольким героям может нанести 600 урона под свой ультимейт. Кайф. Кайф, Хирич. Великое. То, что тут, скорее всего, Вижен стоит. Играют пока что в боте, потому что Свен качает топ. Свену нужно быть поосторожнее, потому что он на Свене... Вот сейчас вот увидел, как Кунг к нему как раз-таки стрейфанулся. Ну вот, если Свен умрет, это будет ошибка от Свена. Есть снова задувочная. Шейкл. Ну, не достает. Он отпустил в надежде, что успеет по Рубику во власть. Котл плюс Верка. Это дичайший имба. Котл плюс любой спирит, типа Шторма. Заливает ману, откатывает с пылы Эмбера вообще имбища. Ну, свой спирит там, как вы уже сказали, тоже. Котл в команде это просто жесть. Куча маны. С пылы кидаешь по два раза. С перезарядкой в 6 секунд получается. Со сниженной перезарядкой на 6 секунд. Великую Тнотавр хотят прессинговать. Дичайший какая-то имба, пока что этот Котл в этой игре. Очень много делает. Свен просто в сухую фарм, а Котл хочет поактивничать и поиграть с командой, поприседая на вышке. Он очень агрессивно идет. Просто проблема в том, что если его зацепят и убьют, то Teamfight Commander Radiant станет гораздо слабее. И вот сейчас Сурджик смарт. Как же он успел поставить-то вовремя. Среагировал быстро, это не помогло. Но хотя, возможно, они будут все остались. Да, на самом деле, ну он ошибся. Не будем лукавить, но это прям ошибка была жесткая. Почему ты на Котле стоишь вот настолько впереди? Я понимаю, на Кураже там на Котле бегаешь, играешь, кайфуешь. Но вот только сказал, что его поймают на X-Mark и убьют. Что там реально очень много всего. И его хлопают на Мизе. Стой сзади. Стой сзади на Котле. У тебя есть вот Спирит, у тебя есть Вен Андайн, который будет вперед. Нет смысла. Да вот в том-то и дело, что из них никто вперед идти не хочет. Не, ну как, в каком смысле не хочет. Ну, типа Андайн не хочет вперед идти? Ну, вот такое. Да не, ну ладно. А если не кому-то как бы кто-то должен... Здесь некому, да реально. Такого прям героя нету, который впередед. Ну, Андайн только... Купит, он нормально. Вайс Перед у него кнопки на Escape, есть ему главное на Вайс Переде видеть дровку. Что-то, ну ладно. Рубик может застанеть, Снепка может потом печенье продлить, трендуха нажмет ультимайт. Но если все это вкастует Войт Спирита четверку, то окей, ВРК будет кайфовать. Свен пойдет, убьет всех. Поэтому точно Андайн должен идти вперед вместе с Войт Спиритом. Тем более у него там бав-1, поставит он ее, не поставит, неважно. Фронтлайнеры есть, и этим нужно пользоваться. То же самое, что и у команды Дайер, Кунга. Всегда идет вперед вместе с Трентом. Впитывает обилки. Дальше портфак, как мы видим, Блинк. Так, чтобы фармить еще больше, чтобы тебя подцепить просто невозможно было. И это прикольное решение. Джарж всегда так играет, через мобильность на котле. И ультимайт у него почти второго уровня. К этим ульту возможно вдвойку качать нет смысла. Почему? Потому что число мерцаний растет на 1. Было 3, стало 4. Да, а так для уничтожения тоже на единичку. Но при этом интервал мерцаний, длительность мерцаний практически вообще не скеллится. То есть там 1.85 на всех левлах и длительность 1.3. Короче, ульта грядится не очень сильно. Можно докачать второй, в принципе. И когда они режутся на спаля. А тем более, он сейчас потратил ульту. Да, он зафорсил, а он пинговал ему то, что тебе не нужно туда идти. В итоге это закончилось прям печально все. Драться они теперь не могут. Сейчас будет задувочная на мид, по идее. Дофармить себе 12 уровень. И надеюсь, что он возьмет второй спел. Не успел вейл накинуть. Вышел. Ну, слава тебе, господи, человек головой думает. У тебя спелл кд и спелл скелется не сильно. Поэтому сейчас его брать в двойку точно не смысл. Поэтому докачиваем второй, который, кстати, имеет 150 урона. Это тоже неплохо под вейлом. Ты косарик урона можешь вливать на котле. Кто бы мог подумать, что если ты закастуешь первый и второй, это 700, а под вейлом это 1000 урона. Внезапно много, да? Внезапно от котла много, да. При этом он еще сбрасывает перезарядку у себя. И у него первый спелл по сути без кд. Ты тут же новый кастуешь. А второй будет перезаряжаться 8 секунд. Который накладывает еще и миссы, еще и отталкивает героя. Дайте ему шаль. Вот, на этот шаль, пожалуйста. Надо брать. Надо брать. Кто взял? Признавайтесь. А, он все взял философский камень. Окей. Все равно герой от руки не бьет. А так будет еще больше золота. Тоже нормально. Просто в соло оси. Слушай, как же против котла будет сложно пушить, даже если это будет профессиональная игра? Ведь... Ну, котл задавит любую вышку. Да, в коте вышка упала. Зачем он идет туда один? Я что-то вообще... Он фидит, типа? Какой у него ранг? Топ 673? Ну... Борг? Не, ну это... Овер странно. А зачем? Он пошел вард поставить. Ну, вот так вот топорно. Вот так вот. Это очень странно. Кстати, если он купит EUL, мне кажется, опций будет больше. Glimmer это, конечно, хорошо, но с EUL он не умрет. Ты просто контролишь тычку, которая в тебя летит. И перед следующей тычкой ты нажимаешь EUL, то есть у тебя блинг перезвижается в 2,5. И после приземления на EUL ты тут же блинкуешься. Себя практически невозможно поймать на котле. Ну, EUL плюс сбивает ульт снэпки. Ну, сетапит дровку, чтобы подошли к ней все. X-Mark кунки можно задоджить. Ульту трента можно спуржить. Мне кажется, EUL тут прям гораздо лучше, чем Glimmer. Ну, приоритетнее, по крайней мере, на котле вот сейчас. Задувочная в мид. Просто соло прессингует мид. Ну, товар сейчас в миде упадет. Он просто видит героя в топе, поэтому... А там кунка пришел. Сбить. Хе-хе. Ой. Увэр и казах окрабилась. Он обновил, есть полы, а она еще что-то застанет. Не, решил, не станет. Ой, е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е. Надо, кстати, Свену тоже ману обновлять, но сейчас ману нужно дать себе, потому что... Окей, у Свену сейчас будет новый стан. Он ману нажал, почему? Те же ману обновили, ты что, друг? Окей, окей, забрали. Короче, со Свеном это дичайшая эмба. Это прям дичайшая эмба, потому что у Свена с талантом перезарядка на стане 7 секунд. То есть ты кидаешь стан, кто-то у тебя обновляет. А ты же 6 сбрасывает, да он? Да-да-да. То есть ты кинул стан, герой в стане 2 секунды, герой в стане остается еще секунда, а у тебя уже есть новый стан. Это просто ужас с агонимом Свена. Это прям очень круто. Ты просто летаешь по всей карте на Свене и убиваешь героев. Или не выпускаешь их из контроля. Или меняешь цель в файте резко. Это прям очень сильно. Единственное, что нужно в команде с котлом не прожимать МОМ. Потому что это крайне невыгодно получается. Да, вот надо подумать об этом. Прошу прощения. А Оракл? Союзный, он же по-моему снимает МОМ, да? То есть в теории еще если Оракла взять, то он будет и на Свена накручивать первый. Красен хочет улететь. Говорит Ораклу, отпускай первый спелл. И он снимает с себя, мол. Твой же МОМ. Ну или Оракл не снимает, мол. Неважно, в принципе. Завязывается в файт. Он на Катле хочет Лотус на Свена купить. В принципе нормальное приобретение. Из-за того, что в Глиммере, кстати, был сейчас Свен. Есть ульта. Есть ульта. Я почему-то думал, что он блинка не сражен был. Да, на блинке. У него еще был форт, чтобы выйти из драки. Это было бы очень красиво, если бы он летонул бы вот так вот. Прям по всем. Но тем не менее, файт продолжается. Есть ульт-май тут ВР-ки. Иксмарк по ВР-ки начинает накидывать дровка. Дровка ВР-ку пробивается. Восьмин Дран из-за того, что ульта прокается. В итоге ошибка. В ВР-ки. Переагризировал. 2 БПК-трагов. 3 БПК-трагов убивают еще и дровку. Свен походу останется. Надо берут, нужно разбегаться. Разбегаться прямо сейчас. Не успеете же убежать. Да, нужно выйти из драки. Он мог на Катле реально поставить очки ультимейт. Не знаю, почему так получилось. Пожертвовать с собой точно стоило. Рискнуть точно стоило. Лотус в этой игре хорош, потому что Иксмарк, ульта Трента, Сайленс дровки, Солар, Рубик. 3 таргетных спелла. То есть Стан Свена у Рубика, Фейтболт и Телекинез. Лотус там тут прям очень хорош. Ну и это плюсовой армор для Катла, чтобы тебя не пробивала дровка так сильно, как может в теории пробивать. Помолимся всем, кому можно помолиться, чтобы Рубик не своровал третий котла. Иначе это спелы снэпки, это спелы кунки без КД, это дровка по КД кидает Сайленс и мультишот. Так, деф Рошанчика. Пошел котл с эти 11 героев, которые не только вышки дефают, но и Рошана дефают даже если тиммейты дохлые. Можно вот так вот подзадуть, нажать миссы. Он не упал, миссами подровки, к сожалению. Есть форсик. У трентухи ультимейт сейчас будет и убьют. Вот таки лотус был потрачен очень плохо. Если бы он лотус не потратил бы, он бы уже выжил бы. Почему? Потому что спелы типа Трента, они наносят урон через полсекундочки после того, как мы были повешены. Соответственно, он бы лотусом скинул бы ульту Трента и семечка, и ему бы, блин, не сбило бы ништа. И он бы просто блинканулся бы сейчас. Воид Спирит пока что флексит. Есть там БА, есть... Поздноватый ГДСВ, но нужно садиться на дровку воид Спирит. Дровка КВР-косева на дровку. Соло. Слушай, подожди. Не добили. Плюс у нее Эггис, а в итоге сам погибает. В итоге они файт проигрывают. Да, парни, поделитесь без котла. На самом деле, Котов внезапно их самый сильный герой. Вот именно саппортящий герой. Хек к следующим айтемам. Это тоже очень прикольное приобретение. Это еще одна плюс опция у котла. И если он ловит героя, то он может с ультой его в теории держать прямо в вечности. На протяжении секунд так 7-8. Можно под задучесть, но нужно спуститься в лес. Ой, аж... Ага, он просто... Миссы кинул. Еще и Глиф нажали. Он просто так шел, и Рубик не показывался. Рубик был возле котла, он в теории мог на Рубике поднять просто котла, отдать стан СВН-осворованный, и дровка бы заковыряла бы. Если была бы просто неоправданная смерть. Поэтому заходите в левую часть, подальше от хэграунда, из которого вас могут цепануть враги. Убили всех, но котла мы видим... Эх, не успел. Близко. Хотел подцепить дровку. Котла продавить не могут. Ну, теперь 2 минуты без этого шарика. Надо подождать. Таланты... 20 к передвижению, вместо перезарядки Блондик Лайта. Хм. Я бы взял бы правый талант на 10-ом левеле на перезарядку 2-ого спала. Учитывая то, что там дровка бьющая, там Кунка с Соларом. И у них еще... Ну, у Кунки есть БКБшка? Ну, это в принципе может зарешать. С этим талантом ты просто по КД героя в мясах держишь. Длительность 6. Ну, ты так держишь героя по КД в мясах. Ладно. Если 3-й на себя нажимаешь. Но в целом, 20 кмс у как-то очень не солидно. Тем более для котла, у которого форс, блинг и очень много базового мус-пилля. 15-й уровень талант на дальность заклинаний взял себе, чтобы ульту 1, 2, 3 нажимать с огромной рейнджи. Более того, с этим талантом и способности и артефакты нажимаются с дальней рейнджи. То есть, купив хекс, ты будешь его кастовать очень далеко. Форсать можешь тиммейта тоже с большой рейнджи. И лотус накидываешь с километра на Свена. Короче, в этом есть тоже своя логика. А правый талант у котла плюс 2 к срабатываниям Виллу Висп. Из-за бабки очень быстро разбивают Виллу Висп. Из-за дровки. Поэтому, наверное, он не взял этот талант. Явно не первый раз. Явно не первый раз это делает. Ну, вообще, он может, по сути, посчитать 5 секунд и просто за 5 секунд до респауна крипов нажать туда кнопку. Ну, примерно так он и сделал. Ну, вот мы сейчас посмотрим повторно. Слушай, крысы просто в соло отпушивает линию. Сейчас будет на часах 54 с половиной и он нажмет 4 на 55. Да, на 55. на 55 он уже начал кастовать. Потому что анимация минимальная есть. И не ошибается. При этом тавр пушит на котле. Просто потому, что крипы бьют вышку по кд. И салазки байдет одну линию. Попробуйте еще его найдите, потому что у него блингфорс. Жадно. Он еще и соседний спот пошел фармить. Он понимает, что враги где-то в боте. Судя по всему. Ну и плюс спейс издает для Свена, чтобы тот нафармил БКБ. Когда БКБшки у Свена 500 голды. Даже если котл сейчас умрет, то на котла нужно стянуться как минимум двум-трем героям. То есть Свен будет себя вальяжно чувствовать. И вот сейчас я бы предположил, что враги наоборот уже пошли на котла, потому что он так агрессивно играет, но с просканили кунку. Кунка показался, значит котл может дальше продолжать творить грязные делишки. Ему бы еще варзи какой-то хитрожопый поставить сюда, чтобы он прям ну кайфовал тут. Осел и фармить. Топ-1 нетворс, кстати. Что? Да, это жестко. Котл обогнал Свена. Пультуни на фул накрутил на Изабелла и второго добивает. Я даже за скрине первый раз такое вижу. Ребят, напишите, вы когда-нибудь видели, чтобы котл был первым по Найтворсу в игре. Впереди Свен Андровки и Кунки. Это вообще как... Свен и Кунка. Два героя, которые формят невероятно быстро. Если у вас ручки на месте, то вы можете пикать котла, но, ребят, не каждый сможет играть так на котле играет же аж, что герой явно не из простых. Герой, ну, вы что-то сломал. Посмотри, там хп-суты осталось. Ну, странно, что враги не дефят тавер. У Гуссвена не было БКБ, они должны были дефать тавер. Причем, удровки было БКБ. Удровки уже тысячи голды сверху. То есть, они должны были прогнать котла и дефать тавер, либо пушить бот. Очень странно, что враги никуда не шли. Опасно, сван вперед бежит, конечно. Еще и под Мома. У него БКБшка есть, он не боится тимой ты за спиной. Кстати, я бы на их месте сфорсил бы даже бил бы хага немножко. В итоге МТ2 в боте ломают, и в это время они могли бы либо на глиф развести, либо поковырять тавер т3. И снести ему примерно пол хп. Если бы свой нажал БГДС вообще. Ну, ГДС нажимать не стоит, рискованно. Видимо, не знают, есть ли глиф или нет. Мы сможем посмотреть то, что он через 20 секунд только откатится. Но, поковырять, зафорсить стоило точно. Зафорсить дорогов, вернуться, подэфорсить. Так, БКБшку потратила дровка. Так, он сейчас название просто пойдет бить. Но, ульта трендал. ВКС, смотри, что делается. Ой, хороший ультимейт, просто, стерли дровку, дровка, бэкбшка. У нее, бэкбшка, в КД. Можно обновить эти ВРКи Виндран. Не, уже с пола скатились. Мне страшно. А у ВРКи еще двойной шейкл из-за котла. Посмотри на деньги. Котла. У него уже хватает на хекс, по-моему? Сколько хекс стоит? 5700, по-моему. 5575. Ну, хватает уже на хекс. Фух, божечки, что мой. 20-й уровень, талант, минус 4 секунды перезарядки, чакры. Это 3D spell. Ой, хекс, пендец уже какой-нибудь конкурсах хексить. Увесь. Как неудачно. Пожиблинг сейчас все 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 под контролем. Теперь еще и третий спел перезаряжается всего 10 секунд. но это 4 гида. ПКД себе ман дает, ПКД тиммейтам ман дает, альтернатива 150 к радиусу виллуис и тоже прикольно. Вот если игра у вас такая, что вы как бы не кор котл и при этом врагам некому разбивать этот виллуис, то берите два правых таланта на срабатывание и на радиус виллуис. Больше вспышек будет и радиус будет огромный. Хоть в кого-нибудь ПЛ, знаешь, там иллюзионист, ты ему еще мясы накладываешь, постоянно видишь эти иллюзии. Но это круто тоже. У котла очень приятные таланты. То есть тут в принципе можно подумать о каждом таланте на котле на разных лоблах. И на 10, на 15, на 20. и на 25. Более того, тоже есть талант плюс 3 к атакам для уничтожения виллуис. То есть тоже через ульту можно пойти либо можно пойти через первый спел. Кайф, кайф, кайф. Что из альтернативных артефактов можно покупать? Он, кстати, не стал себе покупать ни Glimmer, ни Юл. Хотя Юл мне в этой игре очень нравился. И он вообще в принципе подходит. Давайте подумаем вместе, что можно. взять. Ну, какой-то акторин не нужен, потому что и так кд-сполов маленькая. Рефреш хорошо. Атосик, ну, что-то как-то не очень. ты помнишь старого котла с аганимом бегающего такого светлого белого. Ставил свою копию. помню. Сейчас аганим котлу дает возможность просто первый так же кастовать, по-моему, и хилить этим первым. Если мне память не изменяет. он реколить не может, как это делал раньше, призывать на семья героя. Эту обилку ему убирали. Так, огнем позволяет способности днем излечивать союзников в размере, равному ее урону. Убирать необходимости обращения. да, то есть ты просто ставишь как бы свою иллюзию или астрал будет правильнее сказать. Ставишь свой астрал и хилишь днем опять же только. И чем больше урона она наносит, тем больше она похилит. Зацепили Свену, Свену БКБшка КД, у дрогки БКБшка тоже КД, то есть можно будет дрогать подраться. Хороший ультимейт, удачное место для ультимейта. И Свен просто рубит даже без ГДС. Форс? Хорошо. От такого еще снова обновить ему обновить ему стан снова. Даже не споря то, что стан он снова застанет. Творит сейчас будет снова стан Свена и Коттл снова Зачем ты ему обновил блин Астана был у Сан был стан Ультра килл это будет рэмп да ладно неужели рэмп дайте рэмп круто жестоко плюс жестко можно solar покупать вот так подумал в этой игре при федровке solar ok плюс укунки solar и на Свена вешать хорошо и против дровки хорошо и на дровку вешать хорошо короче тут solar очень приятно item но когда его покупать если лопус вам не нужен в игре то можете покупать себе solar на таком и может быть стоит покупать хекс если даже не нужен лос можно покупать hex если у врагов мобильный герой типа квапы эмбра что-то такого который прям может зарешать и ну рановато сдались если честно там 3 бэбэка было ну решили что уже дровки ну могла бы пачки позабивать бабка ультимейт я думаю что они сдались не они в топе он не убьет пачку там их три или четыре плюс новая идет они не побегнулись потому что это были бы лишним бэки и мид все равно ломают потому что дровка мертва была вот а крипов они не сделают и у них в теории будут байбеки на супер последний файт то есть бот тавер есть и трон и соответственно трон да и бот линия азарашанчик можно пойти подраться но у них линии не распушены из минусов походу продолжает прессинговать и показывается на карте то есть они сейчас видят котла и думают что нет они не думают что враги не нарушение они смогли как раз таки врашана но поздно поздно не успевают просто выйдут если бы они бэкнулись бы то из плюсов они бы смогли сами рожан забрать потому что с вами не было гдс есть тоже какая-то логика связка отверг рубик ворует ульту верки сфан врывается много гдс видимо еще нет за хекс отлетаясь таверну дроу рейнджер бэк у нее есть не бой бэк айца наш мальчик тут на джоша просто флексин ну вот этот ультимейт наверно был лишний от франта у него же вроде как бэк был да у него есть бэк на теперь он без ульта будет сейчас свен нажмет новый стан он не чекает на котле стан свена нужно чекать файтер я понимаю что это очень сложно но у свена уже откатывался стандарт он теперь мог 2 остановить ну что-то еще один рэмбэдж 4 надо чтоб тонковал кто-то парня тут грех не дай это рубит поднял он первый зашел на свои неврошпит из-за твоего начали бить надо было пропустить кого-нибудь из-за тиммейтов ну дровки бая нет они проиграли они уже не могут просто физически драться 25 уровнем все-таки взял правый талант жен это так круто когда ульта котла кто не покупает бкб вот кто на корах не любит попасть бкб ну пл не люблю да против пл это же жесть берешь срабатывание вилла висп атаки для уничтожения чтобы не развили еще и радиус потом покупаешь серии фреш как он это делает хекс ну просто хекс разбирать рефреш прожаловала сразу верка зафорсила пусть рефрешер крыка дышится чуть дольше чем ульта зато ульта сейчас будет файде в принципе в этом есть какая-то логика 22 ультимейта котла они же не работают они по итогу всасывают по одному таймингу то есть нет такого как раньше что справа работает один потом другой ты не упускай грависта да только нарезок было работает по одному таймингу это конечно и хорошо потому что это был имбаланс ну и плохо для котла потому что это был имбаланс тоже пойти продавить нижнюю пачку вот из преимуществ что можно отметить по этой игре чем котл хорош вообще тем что у тебя в команде постоянно есть мана тем что у тебя очень хороший тимфайт за счет миссов первого спла ульты опять же той же маны тем что он может купить абсолютно любые артефакты по игре все зависит от того что требует команда нужен лотус хекс пожалуйста нужен форсик окей то есть выбор артефактов от котла это тоже важная штукенция он пушит все линии он может дефать вышки он может дефать рошана что еще и опции у котла есть ну снижение снижения перезарядки это тоже прикольно телепорт избивает короче для троечки герой очень прикольный но при этом на позиции четверки тогда у вас вам нужен активный герой клокверк тускар кто еще теник да какой-нибудь ну и вы должны хорошо играть на котле потому что в плохом исполнении хрен вы что сделаете успели успели куру ввести один удар остался вот как же тут дровку закинули то в помоечку а как так получилось почему снепка ее кинуло так далеко толпу не знамо это уже судя по всему тильт 2 не хотят выигрывать и финальный ультимейтик по окуночке шикарно как с котлом играть ребят не тильтуйте пик от разных героев на разные позиции и всегда можно выигрывать недавно написали вконтакте мне что у меня шторм пятерка в пяти играх из семи что делать играть ребят играть до конца мы видели и темплар четверок нормально все было и выигрывали великимор бегал на темплар по 10-15 кило делал кроме шуток любым пиком можно выиграть не тильтуйте играйте до последнего вот прям сейчас регайте ранкет и старайтесь побеждать спасибо всем за просмотр всем пока